А недавно, между прочим, оштрафовали человека на 20 тысяч рублей за отказ от досмотра. А, между прочим, на обучении сверху станции этот досмотр проводится с нарушениями правил трассы на безопасность. И за это предусмотрена административная ответственность, вплоть до даже административного ареста до 15 суток конфискации орудия с нарушением правонарушения. А теперь идем смотреть. Все ли равны у нас перед законом государства? Никакого не делится. Да? Точно, не все. Что, усматривается? Тут усматривается у нас административное правонарушение по статье 11.15.2 КОАП РФ части, скорее всего, второй или третий, я что-то не помню. А в чем выражены? В нарушении правил трассы на безопасность, а именно в нарушении пункта 25 приказа Министерства транспорта номер 227 о порядке досмотра граждан. А именно не обеспечена конфиденциальность, так сказать, самого досмотра и, собственно, не обозначена досмотровая зона. Зона не обозначена конфиденциальность, и от любой может посмотреть, что у вас. Зона не обозначена конфиденциальность, но не обозначена конфиденциальность, но это старое, оно уже заменено законом трассы на безопасность. С 15-го года. Зачем-то, а есть, это несуществующее. Ну, я знаю, это старый картинг просто зависла у них, да, получается? Ну да, оно зависает, и люди еще знакомятся с тем, что проходит. То есть, получается, это может быть вечером, где едой не было. Вот, а так как... Честно, там же вилка, ложка, это... Ты как считаешь, это умышленно делается или нет? Конечно, ведь сделать по-другому просто. Да, если совершенно умышленно, то влечет на граждан от 20 до 30 тысяч трафа, на должностных лицах 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на ИП-шников, там, либо административно переоценивать деятельность для него суток. Так, да. Ну, что-то никогда не надеясь в целом, он же там ходит, какого-то, культуаризирует. Нет, полиция тут есть вообще на станции? А полиция тут есть на станции, нет? Есть. А где они сидят? А можете его это, кто-нибудь вызвать? Вызвать? Да. Ну, вызовите, мы скажем. А вы же досмотром занимаетесь, правильно? Да. А как вы думаете, у вас зона досмотра с соблюдением, с нарушением, да? То есть вы знаете это, да? Умышленно, то есть часть третья уже будет статьи 11.15 прим. 2. Плохо? Плохо. А писали руководству, чтобы оформили отлежащим вопросом? Нет, 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 все. Ну, ответа нет, да? Понятно. Я думаю, общественность, если спросит, то ей ответит. Да. Запрещается. Какая ответственность за это, знаете, как я предусмотрю? От 50 до 100 тысяч штрафов для должностных лиц. Для меня? Не обязательно. Возможно, для старших, возможно, для виновных, да? Для тех, кто вот это все допускает и нарушает правила досмотра. Просто у нас недавно тут привлекли человека, да? Ну, судя по новостям, да? Привлекли пассажира метро, который отказался от досмотра и прошел, да? Вот. 20 тысяч штрафа ему, так сказать, впаяли, да? Вот. Мы думаем, что это не очень справедливо, так как многие, а именно большинство досмотровых зон, я вот лично видел только одну зону, именно по правилам расположенную, это на станции студенческой. Вот. Большинство зон с нарушением требований трассы на безопасность расположены. И именно, мне кажется, сначала нужно как-то расположить зоны, да? Ну, достаточно по закону, да, чтобы все было. А потом уже штрафовать граждан. А то у нас как-то, ну, принцип справедливости нарушается. Мне кажется, так. Потому что вот человек двадцаточку заплатит, да? Просто так. А по сути-то, ну, он как бы... Замого, конечно. Да. Замого на стороне. Отряд. Летучий отряд. Летит. Летит, да. Как думаешь, а не умеет принимать устное заявление? Не знаю. Здравствуйте, полицейский. Что у вас случилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, случилось у вас. Мне нужно заявление принять у меня. Готовы принять заявление? Заявление? Да. Болгогода. Ну, вы готовы принять устное заявление? Смотрите. Пойдемте со мной. Все дело в том, что у нас существует федеральный закон о трассе на безопасность. Угу. Вот. А требования к досмотру и дополнительному досмотру у нас устанавливает Министерство транспорта. А именно, приказ номер 227 о порядке досмотра, дополнительного досмотра и прочем. Вот так, такое расположение зоны досмотра нарушает пункт 25 этого приказа. А именно, данное деяние образует состав административного правонарушения по статье 11.15 принт 2, части 3. Ну, пойдемте, заявляемся и выйти. Да я вам уже продиктовал, можете регистрируйте. У нас заявление письменно с вашей руки. А только письменно, да? Да, письменно вы сейчас сами напишите заявление. Какие же вы неграмотные-то, полицейские, ну правда. 736 приказ, кто вам? Колокольца уже дал вам. Не знаете, как принимать устное заявление? Ну, поднимуйте, я вам напишу. Ну, хорошо, пойдемте. Где у вас комната? На пятой стороне. Пойдемте. Пойдемте. Тут, кстати, то же самое. Поднимите, а то вы пишите, представьте себе. Ну, кто за это? Вы? Вы будете писать? Я вас прошу тогда. А это мои представители. Ваш представитель законный? Законный. Я доверяю ему, представляю мои интересы. Я прошу за него вот эту вещь, да? Да. Так, калоним давлением я вам не смогу здесь. Не надо, вы срыв-всрыв по телефону сможете, правильно? Да, конечно. Ну, и все, без проблем. Главное, номерочек. Документы ваши, можете, как вы? Я продиктую данные. А если вы на тебя данные? Значит, я буду вружкой. Вружкой? Да. Да. Я говорю, ты тут спрашиваешься? Ну, конечно. Гражданин Сафронов Павел Владимирович. Павел Владимирович, заявление должны нарушить. Кто это такой сказал? Заявление пишем из-за вас, если только вы недееспособны, вы не можете физически писать. У меня, в принципе, рука болит. Справочку врачам. Можете, достать что-то? Через месяц, в принципе, надо. Нет. Пишите, я напишу свое. А кто он такой звонок неразумный сделал? Не, ну, в принципе, ладно, давайте я напишу. Ты подпорожишь в общем деле? Нет, заявитель пишется в наручную. А я кто-нибудь заявитель? Мне вот, пожалуйста, два бланка заявлений. А зачем вам? Ну, буду на вас писать заявление. Дело в том, что есть 736-й приказ МВД, 14-й пункт. Потому что вне территориальных отделов МВД любой сотрудник полиции обязан принять устное заявление. В любой форме. В устной, письменной, там, в любой. Абсолютно. Поэтому то, что вы делаете, я подпишусь собственноручно, там, и за заведомо ложные, и за все. А тексты, как ограничено, пишут. Да. Ну, объяснил, но наставим на самобрат. Ставим на законности. Ну, какой-то там приказ. Какой приказ не говорится. 736. 736 приказ. А что там приказ? МВД. МВД. В порядке приема, осмотрения и бла-бла-бла. Да. Давай. Не, распишусь стоять собственноручно в этом заявлении. Вопросов нет. Крестик. Галочка. Нолик. Как мага. Быстро. 7 метров так роется. Еще полтора часа у нас есть? У меня больше. Снова тут есть ролики. Раме Сагерш. Юшин это. Гражданин обратился с заявлением. Строгенов. Строгенов. А, с командиром уголок. Прекрасим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я командир взвода старшинного полейских бюджетников. Да. Что у вас произошло вкратце? Поясните. Зона досмотра не соответствует требованиям транспортной безопасности. Досмотр проводится с нарушением, что образуется в состав административного правонарушения. Так, я понял. Вы ссылались на 736 приказ, что мы должны за вас писать заявление. Принимать мы примем. Но бланк заявления, сам бланк заявления заполняете только вы сами. Если у вас рука не дееспособна, составляет... Что месяц года рождения, пожалуйста? 0.9.12.1995 Какой? 0.9.12.1995 1? 91? Да. 0.9.12.91 Если вы не дееспособны, то составляется протокол устного заявления с вашей стороны. То есть вы не можете писать не дееспособны. Объяснение подробное, конкретно. Мы за вас можем написать под вашу диктовку. Потом вы пишете там написано их слов записанно верно, но и прочитано. Подпись. Но заявление заявители пишут только составляющие. Хорошо, а протоколы принятия устного заявления есть? Нет. Но если вы не дееспособны. В таком случае, смотрите, вам талон уведомления нужен, нет? Нет. Тогда мы поступаем. Есть другой вариант. Полицейский пишет рапорт от своего имени, если вы обратились. То есть вам не безразность. Но есть у вас неопределенная тонкость юридическая. Берет с вас объяснение подробное. Если вы не в состоянии писать, здесь только расписывается, что все у вас будет. Удовлетворило. И на основании рапорта у вас объяснение, то же самое, все усиливается и регистрируется. Без проблем, да. Рапорт нас устраивает вполне. Нам не... Сейчас, Эль. Алло. Дим, давай перезвоню, я тут разговариваю с тобой. Просто отвлекаешь. Я тебе передам всю информацию. Так, значит, смотри, заявление... Это в сторону, значит, берешь рапорт на Марковину, пишешь то, что в такое-то время на станции метро Старгино, юридический адрес, ко мне обратился, говорит, звоним такой-то, такой-то, проживает паспортные данные, мобильные телефоны и с устным заявлением о том, что... Ну, понятно. На таком-то вестибюле досмотровая зона не соответствует требованиям транспортной безопасности, да? Да. То есть просит разобраться по данному факту, правильно понимаешь? Да, да. Все, понял? Только рапорт. Да, ты пишешь только рапорт, если президент заявление писать не хочет. За него мы заявление с Антоном не пишем, только... Все, я понял. А объяснение ты можешь написать за него, то есть под диктовку. Придезанин подпись. Еще какие-то вопросы есть у вас? Все. Ну, ладно. Пойдем, смотри. Она будет заниматься. Погодишься? Погодишься? Ну, а что ты сейчас данные парни запишешь, заявление возьмешь, ну, объяснение опросишь, и все, передашь. Так, заявление будем писать? Ну, все, все, это что ты 20 раз опять можешь сказать. Сначала рапорт, то что обратился, есть основания с граждан брать объяснение. И уже оборотно. В принципе, рапорта вы можете потом написать. Нет, сначала регистрируются. Вы обратились, на основании рапорта я дежурно уже регистрирую то, что вы обратились. Как раз 736 приказ. Хорошо. Ну, в 736 приказе не написано, что именно заявление я за вас должен писать. Я обязан у вас принять его. Обязан. Вопросов нет. Устное принятие, как еще? Если у меня не дееспособен. Я вам описываю. А вот это где написано? Нет, а это где написано? В протоколе устного заявления. Там это указано. Покажите. Вы знаете, я с собой его сейчас не вожу. Но если у вас такая необходимость, чтобы за вас написать. Но в 736 приказе не написано, что я должен за вас писать заявление. Это вы должны его писать. Если не дееспособны вы, но можете разговаривать, составляйте протокол устного заявления. Но я про это говорю, про устное принятие устного заявления. Да, да, устного заявления. Просто план не тот был. По идее. Ну, там заявление, я так понимаю, было. Ну да, ваше писание. Только был протокол принятия устного заявления. Вы поймите, он составляется в том случае, если вы не дееспособны. Но это не я придумал. Я не буду с вами спорить. Мы все юридически грамотные. Я очень рад за вас. Спасибо. Может быть, нам в жизни будет легче жить. Вот, надеюсь. Это хорошо. Может быть, вы еще на какую станцию поедете, чтобы мне сразу приехать? Знаете, какой случай-то был? Почему мы заметили? Сегодня только на вашу, потому что и то мимоходом. Мы почему, собственно, обратились-то? То, что проблема такая, мы знали давно. И, собственно, когда нас подвергали этой процедуре, мы об этом говорили. И отказывались от подобного досмотра. Незаконного, как мы считаем. Ну, и не только мы считаем. Они тоже знают, что они нарушают то, что подошли. Да, он пояснил сотрудничество. Он знает, да? Да, то, что он знает, там, все дела. И вот недавно просто в новостях посмотрели, то, что человека привлекли за отказ от подобного досмотра на 20 тысяч рублей. Мы считаем то, что это... Возмутительно. Да, возмутительно и несправедливо. Потому что я вот лично видел из всех станций метро, только на одной станции метро, обеспечена действительно студенческой. Обеспечена досмотровая зона в отдельном, так сказать, помещении, где никто ничего не видит и где границы этой зоны. И причем статья именно под организацией придумана. Да. И статья под должностных лиц, по сути. 11-15. Ну, здесь досмотровая зона-то, ручной клади, они у вас лично. То есть вы проходите только через ампетал детектора. Да, на ручной клади в том числе. Посмотретьте, пожалуйста, еще раз. Ну, а федеральный закон 14 вы считали, а транспортная безопасность? Конечно. 16 вроде. Что еще? 16 вроде федеральный закон. Не, ну, конечно, мы считаем то, что это немножко... Ну, мягко говоря, ничего общего не имеет с безопасностью, но закон есть закон. То есть... Ну, руководству в настоящем виднее, они же не просто так и закон, наверное, создают. Ну, да. Сколько оборудования надо закупить? Ну, гражданин Российской Федерации в Конституции все равно, вы имеете право написать заявление. Конечно, его рассмотрят. И примут правильное решение. Просто по сравнению с стоимостью вот этого оборудования досмотрового, оборудование зоны транспортной безопасности, то есть там банально просто стены поставить, там, какие-то картонные, да? Вот, это стоит вообще копейки. То есть... Не понимаю, в чем тут проблема может быть. Именно с финансовой части. Я думаю, здесь не с финансовой части. Может быть вопрос места. Потому что если поставят эти барьеры, когда в час пика идет, народ тут норм какую-то... Ну, я думаю, нам пояснят. Вопрос в метр-плоте. Мобильный телефон, я не знаю, что кто-то зайдет. А? Двину запиши. Продолжение. Простение. Обазование высшее? Высшее. Высшее. Работаете? СМИ, Алрус Ньюс. Пойдем на пенсию. Я уже каждый видеоблогер. И юрпленд к тебе на станции был тема. Мозгом пасить. Правильно. Как Воронцов, как Воронцов можете, амбудсмен. СМИ, как там, чё? АЛРУСНЮС. Значит, плохо работает. А как пишется-то? АЛЛ. Это аббревиатура, да? Нет, почему? Все российские новости. Ну, понятно, сокращенно, я пойду не объясняю, что. И кем вы там работаете? Журналисты. Сейчас модно, наверное, не то, что вы видите по вашей стезе. Правильно. Мне кажется, скоро все друг друга будут снимать, нет? Да. А что такого-то? Да реально все снимается. Да и Москва. Вся Москва, она под камерой. Я к этому нормально отношусь. Правильно. Вообще. Я вообще всегда задаю. Ну, рассказывайте. Ну, чтоб сможете заявление там переписать. Нет. Вы объясняете цель вашего вращения? Смотри, я еще раз. Ты сейчас записываешь, гражданин читает, если все устраивает, 23-13, где-то было на вестибюре. На вестибюре. На вестибюре. Станцию метро. Ну, пиши, что понятно. Строгино. Город Москва. Юридический адрес какой здесь? Да. Юридический бульвар. В том 7. Во сколько по времени гражданин обратился? 23-20. 23-20. Ко мне обратился гражданин с заявлением. Гражданин, ну, только перепиши данные. Так объясните мне от кого? Гражданина? Конечно. А. А, это объяснение. Тогда это не с тебя точно. Ведь, значит, где внутри. Вести беже станция Строгино… Я. Обнаружил людей. Но… А там значит еще раз? А там с тебя сейчас еще назярть. Ну, подробнее еще объяснай. Я обнаружил. Зону транспортной безопасности, досмотровую зону, оборудованную с нарушением. Красненькие снимать? Это зарядка. На долу хватает вообще камеры жить? Если без аккумулятора, то часа на долу. Не прерывайте. Да. Порубные с нарушением. С нарушением требований транспортной безопасности. Сотрудник транспортной безопасности пояснил, что об этих нарушениях ему известно. Дима, ты мне скажи, а мне безопасника надо опрашивать? Нет, но он там пояснил на камеру, что он знает, что здесь нарушение в досмотровой зоне, но у него безысходная ситуация, он все равно люди досмотрит. Считаю то, что... Ну понятно, потому что заявитель так пишет. Считаю, что... Выше указанные нарушения. Получается, полицейский написал рапорт, потому что к нему гражданин обратился с заявлением. А сейчас полицейский от своей руки пишет объяснение, а гражданин... Образуя состав... Да, да, да. Административного правонарушения. По части 3, статье 11.15.2, прошу установить виновных привлечь к ответственности, а нарушение устранить. А, да, там, кстати, изъять, да, там изъятие орудий совершения правонарушения, то есть получается, можно в доход государства изъять рамки, рентген. Прошу установить виновных... Прошу установить виновных лиц, привлечь их к административной ответственности, а также изъять... Прошу установить виновных лиц, привлечь к административной ответственности, а также изъять орудие совершения административного правонарушения. Будет забавно, если я в следующий раз приду, я тебе очень люблю. Ну зачем нам этого граждан трогать? Значит, у вас не трогать. Не, ну в смысле, я отказывался от досмотра 20 тысяч. И по судебному решению их конфисковать в рамках санкций и соответствующей статьи. Я не знаю, потому что они сейчас за новые закупки, они сейчас реально это возьмут и спишут. На этом попили, да еще и на закупке попили. Их конфисковать? В рамках санкций и соответствующей статьи. Познакомьтесь. Ваши данные. Видели, Кося? Должно ознакомить перед опросом. Так уж и быть, 51-й я знаю. Пишусь. Вот так же гаишники говорили недавно и потом не понимали, а что они не так сделали. 51-й Конституции, знаешь о чем это? Профи, начну сидеть, спросить себя, стоит быть. Но надо гражданину сказать. Для защиты себя в первую очередь, я доказал. Так, тут загасить? Смотрите, если вам нужно талонное давление, станция метро Бауманская, дом 43-1, только там дежурная часть талончики. Хорошо, но я думаю, я на днях позвоню, просто номер спрошу, чтобы потом, да, уточнить и все. Все, навели порядок, друзья. Ну вот, ребятушки, собственно, поставили заявление, да, устное у нас зарегистрировали, да, про ТМУ. Взяли объяснение, все как полагается. Очень адекватный руководитель, вот у этих полицейских, да. Полицейские, скажем так, ну, странные. Руководитель адекватный, все разъяснил, объяснил, все, я надеюсь, будет принято мере. А то, как это так, граждан штрафуют, а сами не соблюдают свою транспортную безопасность. Сами придумали, сами, как говорится, и выкручиваетесь там, обеспечиваете, как хотите, те же правила, которые вы же и установили. Понятно? Мы посмотрим, как будет, какая ситуация у нас складываться, следить будем за этой станцией метро, а также за всеми остальными, собственно. Да, скоро, скоро нас всех поедем, так что держитесь, пишите сами аэропорта безопаснее. Кстати, да, они должны, по идее, они должны были все писать. А то вас привлекут к административной ответственности, ну или не привлекут, так как у нас по конституции только все равно перед законом и судом, а по факту оно может на самом деле как-то различаться. Ну, ладно, что ж, подписывайтесь на канал, нажмите колокольчик, он там внизу, внизу, внизу. Все ссылки в описании. Ссылки в описании, на наши инстаграмы, телеграмы, там все самое новое, самое интересное, самое важное. Прямые эфиры. Прямые эфиры, да, обязательно, вот, с Володенька, на Володеньку обязательно послухитесь, он вообще там мочит, мочит. А там можно все подписаться, вы подписаны, я чувствую, раз смотрите это видео. Ну, все, всем удачи, всем пока, обратите за свои права. И мы, наконец-таки, получили наш ответ по заявлению к ролику, который вы только что увидели, метрополитен. Так, у исполнительной Аргуновой, это у нас 6-й отдел полиции, УВД на московском метрополитене по городу Москвы. Так, вот, собственно, этот ответ. И что же тут нам пишет? За подписью начальника УВ Марковина. Не Марковкин, хотя бы. Сообщаю, что по факту вашего обращения на станцию метро Строгино, 17-го, 12-го, 18-го, в 6-м отделе полиции, ГУ, МВД России, по городу Москве проведена проверка, по результатам которой принято решение о приобщении имеющегося материала проверки, специальное номенклатурное дело. Принято решение, вы можете обжаловать прокурору московского метрополитена или в суд. Странно, да, вот, то есть, когда граждан, да, гражданин отказывается от незаконного досмотра, его привлекают к ответственности. А когда досмотры проводятся с нарушением требований транспортной безопасности, дело списывается в номенклатурное дело. То есть, даже не принято решение об отказе в возбуждении дела административного правонарушения, ну, определение подобное не вынесено, а просто списывается в номенклатурное дело. Зачем? Зачем там какое-то определение выносить, какие-то процессуальные нормы соблюдать, там, отказ в уголовном деле выносить, там, зачем? Просто в номенклатурное дело списывается это все, да и все, и просто как бумажка выкидывается. А гражданину 20 тысяч трав, если что. Ну все, такие вот пироги.